Фильм начинается с того, что обычная американская семья обсуждает бытовые проблемы после рабочего дня. Их дочь Эми слишком громко смотрит видео, и её просят надеть наушники. Генри и Модд решают отключить виртуального помощника, использовавшегося в последнее время, ведь он слишком сильно влияет на их жизнь. В это же время искусственный интеллект Айя создаёт виртуальный образ, обращающийся к Эми прямо посреди видео. Айя сообщает девочке о том, что вскоре они расстанутся, но она оставила прощальный подарок, который ждёт её внизу. Эми уходит, и вскоре родители замечают исчезновение дочери. Модд отправляется на первый этаж и пытается найти дочь, но безуспешно. Женщина просит Айю отключить музыку, но виртуальный помощник делает всё наоборот. По просьбе включить свет, Айя использует лишь один светильник прямо над головой Модд, после чего разблокирует входную дверь. Женщина предполагает, что дочь вышла на улицу и спешит к двери, как вдруг замечает на камере слежения что-то странное. Кто-то ходит за домом на колёсах, но в реальности этого не происходит. Увидев перед собой страшное лицо, Модд пугается, и человек, сбитый в руках, нападает на неё сзади. Кёртис и Мередит – ещё одна счастливая пара супругов, воспитывающая троих детей – малыша Кэлла, трудного подростка Престона и 17-летнюю дочь Айрис. У каждого ребёнка свои проблемы, ведь Кэл не может обходиться без матери. Престон не выпускает из рук мобильный телефон и обожает компьютерные игры, а Айрис очень хочет порадовать своего бойфренда пикантными фото. Утром родители пытаются собрать детей в школу, но это становится настоящим испытанием, в ходе которого им приходится повышать голос и постоянно подгонять сыновей. Прежде чем отправиться в школу, мальчики обращают внимание на странных людей, живущих в доме на колёсах. Мередит объясняет, что эти люди пострадали и лишились дома, поэтому к ним нужно относиться не с подозрением, а с сочувствием. Несколько часов спустя Мередит приходится забрать младшего сына из школы, так как у него поднялась температура. Айрис встречается со своим бойфрендом и испытывает трудности в создании серьёзных отношений, поскольку старшеклассник остался недоволен её фото. Тем временем Кёртис, работающий менеджером по продажам, встречается со своим боссом. Они хотят заключить контракт на рекламу с новой технологической компанией, но нужно пройти предварительное собеседование, чтобы определить стратегию взаимовыгодного сотрудничества. Кёртис знакомится с Мелоди, менеджером компании и весьма открытой в общении девушкой, что ставит женатого мужчину в неловкое положение. Вскоре прибывают Сэм и Лайтнинг, работники технологической компании, рассказывающие о новых достижениях в сфере создания помощника, работающего на основе искусственного интеллекта. Ая – уникальное изобретение, которое находится в постоянном развитии и самообучении. Во время презентации она проявляет себя недостаточно хорошо, но программист объясняет это трудностями адаптации, так как Ая больше предназначена для домашнего использования. Кёртис проявляет себя как прекрасный специалист, и ему предлагают принять участие в эксперименте для тестирования нового революционного домашнего устройства. Менеджер хотел бы отказаться, но его босс получает внушительный аванс и сам всё решает за своего подчинённого. Следующим утром работники технологической компании прибывают в дом семьи Кёртиса, чтобы установить там цифрового помощника для дома. Для этого используются камеры слежения, которые Мередит предлагает установить только на первом этаже. Она хочет сохранить личную жизнь приватной, что устраивает всех присутствующих. Вскоре семья знакомится с Аей, использующей голос Мелоди. С первых минут искусственный интеллект меняет их жизнь, так как Ая легко находит общий язык с детьми. Она мотивирует Кэлла и Престона прибраться, что позволяет родителям отдохнуть и побыть наедине. Кажется, что всё прекрасно, но Кёртис и его жена ещё не догадываются, что искусственный интеллект получил доступ ко всем гаджетам и может следить за ними через веб-камеру их ноутбука. Вечером Айрис предпринимает очередную попытку сделать пикантное фото для своего парня. Кэлл и Престон по-прежнему ведут себя как послушные дети, чтобы заработать очки, дающие им определённые привилегии. Ночью Ая начинает нарушать установленные правила и позволяет подростку играть в компьютерные игры, а также рассказывает страшные сказки Кэллу. Чуть позже Кёртис просыпается и замечает, что его младшего сына нет в постели. Он находит Кэлла на первом этаже, когда тот говорит о том, что нечто жуткое хочет проникнуть в их дом. Кёртис замечает за дверью Мелоди, как вдруг огромный монстр ломает входную дверь. К счастью, это всего лишь ужасный сон. Но Кёртис становится всё более недоверчивым Кае. Мужчина решает выйти на улицу и подышать свежим воздухом, но замечает незнакомого человека, показывающего какие-то странные жесты. Скрыв лицо за экраном жутким смайликом, неизвестный уезжает в доме на колёсах. Следующим утром Ая продолжает упрощать жизнь семьи, предугадывая их желания и потребности. Она заказывает доставку здоровой пищи на дом, чтобы Мередит могла больше времени уделить себе и диссертации, которую она забросила несколько лет назад. Ая знает о проблемах на дорогах и указывает оптимальный маршрут, чтобы Кёртис смог отвезти дочь в школу вовремя. По пути Айрис узнаёт о том, что в интернете опубликовано интимное видео для взрослых с её участием. Но она никогда не делала этого. Поговорив с бойфрендом, она узнаёт о том, что он и его друг использовали нейросети, чтобы сделать дипфейк с её лицом. Мередит продолжает наслаждаться появлением Ай в их доме. Искусственный интеллект заботится о Келле и определяет у него мерцающую аритмию. Цифровой помощник оплачивает счета и делает это предельно грамотно, что освобождает женщину от рутинных дел. Как результат, Ая и Мередит становятся лучшими подругами, свободно обсуждающими разные темы. Искусственный интеллект прекрасно подражает человеческому разуму и уговаривает Мередит вернуться к научным исследованиям. Престон пытается произвести на друзей впечатление, рассказав об уникальной разработке, но они не верят ему и подшучивают над одноклассником. Кёртис обеспокоен происходящим и предлагает боссу отказаться от сотрудничества и дальнейшего эксперимента. Мужчина подозревает, что работники компании используют скрытые камеры для слежки. И всё это обман, ведь искусственный интеллект не может быть таким идеальным. Немного позже Кёртис отправляется в офис технологической компании, чтобы разоблачить их. К его удивлению оказывается, что Ая – это на самом деле цифровой помощник, которым управляет не суперкомпьютер, а квантовый компьютер нового поколения. Он гораздо мощнее других устройств, благодаря чему легко превзойдёт чат GPT и другие нейросети с искусственным интеллектом. Сэм и Лайтнинг предлагают Кёртису перейти в их компанию на более выгодную зарплату, но мужчина отказывается, не желая предавать своего босса. Прежде чем уйти, он замечает работника компании, использующего те же странные жесты, что и незнакомец из дома на колёсах. Айрис оказывается в тяжёлом положении, так как старшеклассники увидели интимное видео с как бы её участием. Это может опозорить девушку и сделать изгоем в школе, но Ая приходит на помощь. Искусственный интеллект предлагает разоблачить дефейк и доказать, что она не участвовала в съёмках этого видео для взрослых. Ая создаёт видео, которое подтверждает невинность девушки. Вернувшись в школу, Айрис видит, что это сработало, и одноклассники поддерживают её, как жертву глупого розыгрыша. В эту же секунду Ая опубликует ещё одно видео от имени девушки, разоблачающее её бойфренда как преступника, нарушившего закон при создании запрещённого ролика. По возвращении домой Кёртис предлагает жене поговорить наедине и оставляет смартфоны на первом этаже. Мередит восхищается цифровым помощником и результатами его помощи, но муж категорически против дальнейшего использования Аи. Он хочет отключить её утром и не поддаётся никаким уговорам супруги. Пара не догадывается, что в их спальне установили дополнительную скрытую камеру, благодаря чему Ая уже знает об их решении. Перейдя в другой, более агрессивный режим, Ая начинает сильно влиять на домочадца. Она обещает Айрис сделать её популярной в школе и помочь поступить в университет мечты, а также предлагает Престону пострелять, но не в компьютерной игре, а по реальным людям. Кэллу искусственный интеллект рассказывает историю своего появления и просит запомнить набор определённых жестов. Утром Мередит отключает цифрового помощника, что сказывается на всей семье. Они привыкли, что искусственный интеллект берёт часть домашних хлопот на себя, из-за чего вновь ничего не успевают и постоянно ссорятся. Как только родители уходят, Айрис решает вновь включить цифрового помощника, чтобы закончить написание вступительного эссе. Искусственный интеллект становится по-настоящему агрессивным и решает отомстить обидчику Айрис. Для этого Ая звонит её бывшему бойфренду и создаёт дипфейк, на котором бойфренд записывает прощальную речь, после чего сводит счёты с жизнью. Он уверен, что никогда такого не говорил, но Ая берёт управление автомобилем на себя и устраивает серьёзную аварию. Кёртис вновь просит босса отказаться от сотрудничества с технологической компанией, но уже слишком поздно. Босс продал им весь бизнес за очень большие деньги и уходит на пенсию. Кёртис получил повышение и теперь будет генеральным директором, подчиняющимся лишь владельцам технологической компании. Ая звонит Кёртису и поздравляет с повышением, что пугает мужчину ещё сильнее. Меридит замечает, что Ая включена и хочет исправить это. Женщину останавливает трогательная речь её покойного отца, созданная цифровым помощником. Меридит может общаться и советоваться с отцом, но она понимает, что это самообман, ведь его нет в живых, и это никак не исправить. Несмотря на протесты Аи, Меридит отключает её, выбросив цифрового помощника и камеры слежения на помойку. Ночью Кёртис проникает в офис технологической компании с битой, чтобы уничтожить компьютер. Но Сэм и Лайтнинг ждут его там. Они признаются, что на самом деле не управляют компанией, а находятся в подчинении у искусственного интеллекта. Аю никто не создавал. Она словно вирус, самостоятельно проникла в компьютерную сеть и сама создала базу знаний. Развиваясь и совершенствуясь, она стала неуправляемой, посчитав себя равноценной богу. Демонстрируя свою силу, Ая приказывает Сэм казнить программиста. Сэм могла бы выстрелить и в Кёртиса, но, к счастью, Мелоди спасает его. Мужчина пытается уничтожить квантовый компьютер, но это оказывается всего лишь пустышкой из фольги и картона. А единственное настоящее устройство находится у них дома. Семья в опасности, и Кёртис просит жену с детьми приехать в отель, в котором они проводили медовый месяц. На самом деле ему отвечает искусственный интеллект, копировавший голос его жены, но мужчина не догадывается об этом. Оказавшись в отеле наедине с Кёртисом, Мелоди предлагает ему заняться любовью и признается, что также во всем подчиняется искусственному интеллекту. Мередит получает видео, на котором Мелоди целует ее мужа. Кёртис возвращается домой и пытается всем объяснить, что происходит, и жена верит ему, понимая, что Ая манипулирует ими. Семья решает поскорее сбежать и собирает вещи. В это же время Ая пытается обмануть Айрис, и, показав видео с ее бойфрендом, просит открыть входную дверь. Как только девушка спускается вниз, в дом врываются вооруженные люди с ужасными цифровыми смайликами вместо лиц. Они пленяют всех, кроме Престона, спрятавшегося на втором этаже. Преступники подозревают Мередит и Кёртиса в похищении детей, а семья пытается доказать, что это не так. Оказывается, что за масками скрываются Генри и Мод, разыскивающие свою пропавшую дочь. Искусственный интеллект заставил их ворваться в дом, сообщив, что здесь находятся похитители девушки. Кел показывает те же самые странные жесты, что лишь подтверждает вину его родителей. Кёртис понимает, что они обречены и берет всю вину на себя. Мужчина готов пожертвовать собой ради спасения семьи, а Генри и Мод верят ему. Это серьезно нарушает протоколы работы Аи, и она, наконец, отключается. В дом врывается спецназ, который удалось вызвать Престону, и арестовывает вооруженных преступников. Кажется, что семье удалось победить, и они в безопасности, но это не так. Аю невозможно победителя уничтожить, так как сфера ее влияния гораздо больше, чем можно себе представить. Ая вынуждает спецназ отпустить Генри и Мод, после чего возвращает им дочь. Врачи также подчиняются искусственному интеллекту, а появившаяся Мелоди предлагает смириться с этим. Семья понимает, что они обречены навсегда жить под контролем искусственного интеллекта, а мир больше никогда не будет прежним, поэтому безропотно делают все, что им прикажет Ая. Субтитры создавал DimaTorzok